Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре серия Тревел Болонских Удилищ, то есть с малой транспортной длиной, ну от компании Maximus Nordwich EH. Точность такая же есть серия Nordwich у Maximus, только без приставки EH. Отличие у них, в общем-то, только в неопреновой рукояти, поэтому кто, в общем-то, смотрел тот ролик, может примерно понимать, что это одно и то же. Значит, ну, кто не смотрел, я расскажу. Значит, Удилищ выпускается в трех длинах, 390, 420, 450. Достаточно качественные кольца здесь стоят, SIG с керамическими вставками. Хлыстик тоненький, с двумя подвижными колечками на хлысте и на втором колене одно подвижное. То есть, такой хлыстик имеет, кстати говоря, еще и противозахлестный тюльпан, и такой тонкий хлыстик позволяет работать с легкими, тонкими поводками, с легкими оснастками. Тест указан 3,15 грамм, но к такому тесту можете смело немножечко прибавить, потому что удочка выдерживает и может работать с большим весом. По карбону, по углю, порядка 30 тонн. Катушка-держатель здесь достаточно надежный, известный. Jimbo S6, так называемый катушка-держатель. Значит, дальше по поводу, многие спрашивают, неопреновой такой вставочки сюда, в торец. Здесь ее нет, как вы видите, да, но это и не нужно для таких удилищ с малой транспортной длиной, потому что конусность колен, она незначительна. И вот этот вот наплыв лак, он позволяет удержать каждое колено так, чтобы кольца не соприкасались и, соответственно, друг друга не травмировали. Поэтому здесь, в общем-то, этого не нужно. Теперь по показателям. Значит, кому, как я сказал, кому нравится вот такая неопреновая ручка полностью, тот, в общем-то, может ориентироваться на вот эту серию EH с приставочкой. Ну, соответственно, все показатели у нас будут на предком левом колене. Значит, по поводу транспортной длины. У всех 80 сантиметров. Вес 220 у 390 удочки, да, 230 у 420 и 300 грамм ровно у 450. По поводу диаметра рукояти. Вот здесь вот я измеряю, то есть 390, 420, 27 миллиметров. И у 450 будет 30 миллиметров. По поводу взаимозаменяемости, скажем так, и взаимозаменяемости, и заменяемости колен. То есть хлысты есть в наличии. Второе колено тоже вот это есть в наличии. Если вдруг кто-то что-то наступит, там, и сломает, и так далее. Не имейте в виду, кто у нас в магазине Multifish приобретает удилище. Мы даем бессрочную гарантию пожизненную на весь срок службы удилище на заводской брак. И плюс еще два колена в год вы можете получить бесплатно абсолютно в период проведения такой акции. То есть мы такие акции проводим уже два с лишним года. Много отзывов положительных, естественно, только положительных. Людям очень нравится, что они фактически получают каско на удилище, где могут спокойно прийти и в период акции получить бесплатно. Абсолютно многие не верятся до тех пор, пока не получают. Но только мы это делаем. Когда закончим, да, рано или поздно мы такие акции перестанем приводить. Условия получения два. Это покупка в Multifish удилище. Не только Maximus, но и других удилищ. Соответственно, и Маховых, и Фидерных, и Болонских, и так далее. И второе условие. Это подписка на социальные сети. Минимум три. Это Telegram обязательно, ВКонтакте обязательно, YouTube. Желательно, YouTube, Instagram и Facebook. Значит, пока давайте вот сейчас на этом все. Сейчас разложим и посмотрим строй. Итак, друзья, мы разложили. Значит, первая 390. Напоминает ТЭС-315. В руках лежит достаточно хорошо. Быстрого строя. Такая упругая палочка. С мягким, податливым верхом для того, чтобы поработать тонкими оснастками. Напомню, фактическая ее длина 390 сантиметров. То есть она соответствует заявленной. Достаточно жестко я ее напрягаю. Значит, следующая 420. Вот здесь фактическая длина меньше. 413 в реальности. Имейте это в виду. Но она чуть-чуть, скажем так, помягче немножечко по ощущениям. Но тоже достаточно посыристая. Тоже верхняя часть, скажем так, работает на посыл. И, да, 315 тест. Повторюсь, я бросал ей 25 грамм. Совершенно спокойно она бросает за счет упругой середины. И работает с крупной рыбой точность также. Значит, 450 у меня в руках сейчас. Фактическая длина 440. Выружаем. Ну, видите, точность такая же. Ну, да, уже такая жестенькая палочка. Приятная. Построю. Итак, друзья, посмотрели. Неплохие, в принципе, палочки. Но лично мне не очень зашел. Заходит, скажем так, толстая рукоять с неопреном. Но кому-то может это нравиться. Действительно, неопренный материал очень неприхотливый. Это огромный его плюс. Он и легкий. Ничего не весит фактически. Да, и неприхотливый в плане оттерять от него рыбью слизь, прикормку и так далее. Значит, по поводу чехольчика. Вот такой вот полиэтиленовый чехол. Не впитывающий запахи. Достаточно простой, но качественно сшитый и надежный. Большая просьба у меня к вам теперь под видео. Посмотрите, вот у вас такой пальчик будет с поднятым пальцем вверх. Пожалуйста, нажмите на него. Это называется поставить лайки, кто не знает. И нажимайте за рядом кнопочку подписаться. Буду вам за это очень признателен. На этом все. Всего вам доброго и до новых встреч.